Меня зовут Галиев Рафаиль, я представляю сервис агрегации финансовых продуктов bablometer.ru Попробуем посмотреть на то, о чем рассказывали предыдущие докладчики немножко с другой стороны, со стороны, собственно, интернет-сервиса. Да, и можно мне еще? Ну, собственно, в двух словах, может, пока расскажу про наш сервис, потому что доклад немножко не о нем. Ну, сервис был запущен в прошлом году, и сейчас мы пытаемся конкурировать с такими сервисами, как сравниру, банкер и так далее, но с немножко другим акцентом. Хотел бы рассказать о том, как получить и использовать знания о клиентах, ну, с точки зрения нас, как интернет-сервиса. Конечно, всем понятно, что банки продают давно уже не деньги, а вполне конкретные мечты. Но при этом интересная статистика, что за 2015 год количество выданных кредитов уменьшилось в два раза, при этом количество запросов на эти кредиты в интернет увеличилось в три. Да, эти цифры, которые, безусловно, говорят о текущей ситуации. И в этой ситуации, конечно, необходимо менять фокус и отношение к клиенту. Но при этом точно так же каждый клиент, проходя по улице, заходит в один банк с целью взять кредит или вложить свои деньги, и что он видит? Он видит бесконечные очереди, электронные или живые, неважно, и бесконечные непонятные совершенно цифры в кредитных договорах с миллионом звездочек. И все в том, что заходя в соседний банк, он видит абсолютно то же самое. Да, но при этом операционист улыбается ему более широко, да, и анкета при этом длиннее. Для заполнения. Это все, конечно, удручает и никак не приближает его к достижению его мечты. По сути, банки сейчас в городах, в крупных мегаполисах в России и СНГ превратились в своего рода продуктовые магазины, отличия между которыми человеку обычному практически непонятно, как определить. И нет никакой разницы между ними, хотя, безусловно, банковские продукты и вообще финансовые продукты гораздо более сложные. И разница между ними у каждого банка может быть на порядке. Но клиенту это непонятно. При этом, каким же образом мы можем этого клиента к себе заполучить в этих непростых условиях? Начинает главенствующую роль, на наш взгляд, играть возможность сравнения продуктов и осознанный выбор. Каждый клиент начинает не просто импульсивно выбирать банк, он увидел зеленый цвет или красный, который привлекает внимание, или кто-то сыграл из маркетологов на его каких-то гендерных стереотипах, показав прекрасную девушку на плакате. Клиент начинает включать мозг и осознанно подходить к выбору его вложения или каких-то других финансовых операций. И в этом смысле, конечно, человек начинает больше сравнивать. Казалось бы, да, вот есть прекрасные сервисы агрегации финансовых продуктов, где можно посмотреть и выбрать из этих продуктов по различным параметрам. Но, как показывает практика, этого недостаточно. Можно включить еще один слой и создать действительно интеллектуальную систему, которая бы помогала приближать клиента к его цели. Что же это значит? Давайте, чтобы понять, немножко вернемся к нашему клиенту. Заходя в банк или другую финансовую организацию, он общается с менеджером. Как же завлечь этого человека к себе в банк? Это тоже очень важная задача. Но давайте посмотрим с другой стороны. Каждый человек, живущий в крупном мегаполисе, он уже у вас в банке. Потому что вы о нем знаете практически все. Как только он заходит на страницу в интернете, как только он заходит на страницу банка и оставляет минимальную заявку, вы о нем знаете уже столько, как будто бы он час говорил с вашим менеджером по продажам. И это крайне важно. Вся эта информация уже есть. Она есть у коллег в банке кредитных историй, она есть у интернет-сервисов, которые также прекрасно отслеживают всю историю взаимодействия человека и интернета. Но на базовом уровне, конечно же, клиент думает о чем? О ставке и о надежности. А банк при этом хочет получить нерискованного, адекватного клиента, который вернет кредит и сможет это сделать вовремя. При этом получается, что интеллектуальная система позволяет смотреть не только на эти параметры. Что же она может? Что же можно в нее вложить? За считанные доли секунды можно поместить это в лид информацию о клиенте, которая ему важна. Именно ту, которую требует конкретный банк при подключении к этой системе. Можно смотреть его в социальные интересы, проверять его по различным базам кредитчиков, ипотетчиков, делать экспресс-скоринг. Все это возможно и уже существует. Фильтрация и очистка данных в конкретной анкете – это первая стадия для того, чтобы дать качественный лид конкретному поставщику, который хочет продать свою услугу. При этом наличие огромного количества предложений на самом сервисе и в интеллектуальной системе позволяет предложить самому клиенту ровно то, что он хочет, в зависимости от его предпочтений. И здесь играют уже не просто красивые слова и красивые картинки, а попадание точно в его потребительские желания. Точно так же для самого клиента мы обеспечиваем качество банка. Мы проверяем эти банки, насколько они адекватно реагируют на наши запросы. Другие – смотрим статистику. И все это агрегируем в рейтингах и в тех предложениях, которые мы предлагаем клиенту. Естественно, без достоверности никуда проверяется обратная связь. Все это дает суммарно очень недорогую по сравнению с традиционными источниками получения клиентов и их удержаниями в систему, которая позволяет генерировать очень качественные заходы клиента конкретным продуктам. Но, помимо этого, обрабатывая столь значительный массив информации, мы отслеживаем поведение клиента от начала его захода в сервис, в интеллектуальную систему, с первоначальным запросом изменения тех параметров, которые он подбирает, изменения его профиля. И итоговый результат. Берет он кредит и, более того, покупает ли он, например, что-то на этот кредит и что конкретно. И вот эту аналитику в различных разрезах мы точно так же можем в интеллектуальном сервисе увидеть, посмотреть и предложить другим заинтересованным сторонам, в частности, специалистам информатизма. Люди и организации, которые хотят точечно отрекламировать свои товары, услуги сложные, мы точно так же можем, анализируя поведение пользователя, демонстрировать нужную рекламу этому пользователю. Естественно, с более высокой вероятностью приобретения. Таким образом, сама интеллектуальная система позволяет генерировать чрезвычайно качественные лиды и повышать вероятность приобретения продукта и удовлетворенности клиента, что немаловажно. Собственно, на этом все. Готов выслушать вопросы или в каваларах ответить на всех. Кроме того, если вы подойдете ко мне, возможно, мы поиграем с вами в небольшую игру, где я буду финансовой организацией, а вы будете агрегатором, который получает за свои лиды деньги. Но игра будет на ваше бабло. Нет, игра будет на наши деньги, поскольку мы финансовый обвес, который платим за... Спасибо. Отлично, давайте поблагодарим. Это мне за первую ситуацию, в которой с корабля заскочил на бал, выступил очень вовремя. И не скрою, что я испытываю слабость к названиям, которые очень провокационный баблометр. Это прям... это очень так... бодрит. Вопросы есть? Если вопросов нет, то уважаемые участники, досидевшие до последнего доклада в этой сессии, я приглашаю на сцену вас, сейчас Галина, Галкина, Наталья, сори, расскажет нам про... почему презентация пришла с ней, только они были присланы вчера. Потому что, я так понимаю, присланы вчера презентации уже доступны для скачивания. Да? Нет, я опять ошибся. Вам слово. Спасибо. Значит, у нас тема такая диджитализация клиента и дистанционно-банковское обслуживание. На самом деле, презентация сделана из одного кейса, реального банковского кейса. Мы проводили исследование для банков в прошлом году. Это было первое половину года. Банк, условно говоря, в топ-100 московский, который решил развивать свой розничный бизнес и идти к клиенту. До этого он больше работал на корпоративный сектор. Был опыт Навальный совершенно хороший с корпоративными банковскими обслуживаниями, с дистанционным обслуживанием, но с розничными клиентами что-то как-то не клеилось. Они радикально переделали свою систему, и им потребовалась помощь аналитиков и исследователей для того, чтобы проверить, насколько хорошо клиенты реагируют на эти изменения. Многим они были удивлены, многому удивлены, нашим советом последовали, но в частности в части технических каких-то технических изменений, но я бы не сказала, что в целом не было изменено общее представление интернет-планка клиента. Здесь мне бы хотелось показать, что клиенты настолько тщательно и внимательно относятся к тому, что они не видят на экране, и то, с чем они сталкиваются в результате выполнения форум, полей, поиска, то многие из них отказываются от обслуживания в банке, когда они встречаются с тем, что их не понимают. Это то, о чем говорила моя коллега из Райфайсона, великолепный доклад, прекрасная аналитика. У нас подход был неколичественный, был подход качественный, потому что мы просили клиентов, мы показывали им этот интернет-банк, давали им какой-то вот, был один доступ, и они там совершали операцию. То есть классическое, мы завелись тестированием, но с объяснением того, почему, как, что им нравится, что не нравится, почему они будут туда, они будут сюда. Вот это просто пример. Понятно, что то, с чего я начала, когда есть корпоративный интернет-банк, и он совсем не подходит для того, чтобы им могли пользоваться обычные люди. Банк хотел понять, насколько визуально все это прекрасно, насколько удобна навигация логика, насколько понятна система подсказок, справок и всяких обучающих роликов, потому что для них было важно привлечь клиента к себе, привлечь его обратно и забрать новых, найти новых клиентов. Но, к сожалению, мы не смогли протестировать то, что было бы очень важно в той ситуации, тестировать простоты для новичков. То есть мы брали клиентов банка и их проконяли через наше интервью. Новичков мы не могли таким образом себе нарекрутировать. Приходил исследование в Москве, порядка 50 интервью было сделано, полутора-полутора часовых, и велась видео-аудиозапись, потом мы с ней этим работали, запись движения мыши. Мы не стали использовать айтрекинг или такие еще есть анализы эмоций при просмотре, при работе, потому что нас сочли, что они просто не релевантны в данной ситуации, когда интервью свободно, когда люди много чего могут, возможности, интервью можно пройти по разным страницам, и этот все свободный полет не запланирован. Клиенты сегментировались по своему стражу, по размеру операций, по работе с конкурентным банком и по активности работы в этом интервью банке. В этом был небольшой смысл, но, как оказалось, сегментация приличная, она не дала тех результатов, то есть невозможно было сказать, что клиенты старые или молодые так или иначе различаются. Различаются, скорее, они поделились у нас, когда мы начали анализировать, на такие три крупные группы. Условно говоря, клиенты умные, такие смарт, которые молодые, активные, прекрасные все во всем разбираются, быстро соображают и дают очень много замечаний, и высказывают быстро свои недовольства, быстро перепрыгивая с банка панк, если им что-то не нравится. Есть довольно большой был сегмент обучаемых, которые готовы изучать, понимать, просматривать чужую логику, доверяют ей, ну, как бы с ними, с ними есть смысл работать. Есть те, которые, как бы так их нельзя назвать ступыми, мы их назвали консерваторы национальные, более политкорректно. Но на самом деле это такой самый массовый, массовый сегмент, вот эти консерваторы национальные, которым сложно предложить что-то более сложное, сложные технические какие-то вот решения, у которых есть свои предпочтения, есть свои задачи достаточно усеченные, и для того, чтобы их как-то вот переориентировать, перенастроить, под них очень нужно точно подстраиваться, их не интересуют, их не интересуют где-то технические мелкие уловки, с ними просто сложно работать. И вот эти вот эмоциональные клиенты, наверное, это самые сложные категории для банка, потому что можно было, понятно, можно было анализировать то, что хотят умные, но сложно было анализировать то, что хотят консерваторы. Вот, и поэтому перед нами вставал, перед нами тут вопрос, на кого нужно ориентироваться при усовершенствовании интерфейса? На тех, кто хотят много и знают много, или на тех, кто хотят мало и знают мало, но более массовый и более, ну, более легче утекают? Возможно, на будущее для исследований мы сделали для себя вывод, что может быть необходимо клиентов сегментировать при рекруте, ориентируясь на их, условно говоря, психотипы, на их поведение, вот то, о чем говорили мои коллеги-качественники. Хотя это и сложно сделать, исходя просто из банковской информации. Зачем приходит интернет-банк? Приходит из глоботства, небольшое количество людей, приходит по привычке, потому что привыкли же работать, и потребует контроль и средств. Вот этот контроль и средств – это то, что посмотреть, мало чего делать, посчитать, проверить выписку и не более того. Но таких много, но как бы с ними как-то можно, нужно работать, нужно развивать их активность. Все они хотят на самом деле мобильности, и хотят простоты, и логичности, и интуитивности. Это то, за что их всех можно ухватить и привлечь, и либо вернуть, либо привлечь. Но при этом, если клиенты умные больше хотят поиграться, допустим, можно предложить токены, они на это хорошо реагируют, или можно на какие-то новые услуги финансовый консультант, учет расходов и доходов, или как-то вот предоставить себе новых поставщиков услуг, на которых они не видят в других банковских банках, то консерваторам скорее с ними проще работать с помощью акций, бонусов, лотерей, с помощью привлечения их из полцентров, то есть поддерживать их из вне, оффлайном, поддерживать их привлечение в онлайн. Всех клиентов необходимо обучать. Этот вывод, он рождался сам собой. В ходе интервью было понятно, что те, кто сталкиваются с новым интерфейсом, они не понимают, что происходит, начинают теряться, кто разбирается посолик, кто разбирается медленнее. Но для всех было характерно, что очень хочется какой-то подсказки от консультанта, от видеоролика, от справок, от знаков вопроса, от чего угодно. Это нужно разжевывать и подсказывать. Технически это будет сделано или это будет сделано в оффлайне с помощью консультантов и с помощью полцентра. Это, наверное, зависит от того, на какой сегмент банк больше ориентирован. Но так или иначе, вот эта вот идея того, что клиенту не хватает за борт, и клиент остается в техническом пространстве один на один со своими счетами и с банком. Это факт. Далеко не все готовы были воспользоваться всеми возможностями интерфейса, потому что они не знали, к чему это приведет, и не хотели об этом просто думать. Вот можно сказать, что такие вот клиенты консервативные зачастую теряются при первой же неудаче, сильно расстраиваются. Это тоже необходимо учитывать. Если клиент, приходя первый раз в банк, и не видит там какой-то понятный... Продолжение следует...